всем привет мои смелые друзья когда вы видите в названии что-то с маской связано это скорее всего я буду вот с таким вот прекрасным челом и если вы открыли это видео значит вы супер смелый человек как бы все без прикрас лицо явно требует маску обратите внимание да поры не очень я имею виду они расширенные жирный блеск несмотря на то что раннее утро и я за лицом уже поухаживала то есть да этот жирный блеск появиться вообще не должен был но он здесь есть что мы с вами сегодня попробуем протестируем вообще какое-то мнение с вами до создадим свое потому что и штука то интересная это альгинатная маска от faberlic вот такой вот тюбик и к ней идет спрей активатор то есть я так понимаю что это обычная альгинатная маска вот здесь только в виде вот такой же субстанции она кремовая такая густая не знаю как сказать и вот это спрей пластификатор то есть он написан активатор но понимаю что это пластификатор он содержит хлорид кальция который является собственно пластификатором для всех масок альгинатных я ничего про эту маску не знаю даже специально не читала отзывы чтобы знаете вот не опираться на чужое мнение а говорить только о себе о том что я лично об этом обо всем думаю я надела футболку старую мужнину потому что я не знаю как себя эта маска поведет она может потечь я могу в ней мутировать так что короче сейчас будем пробовать важно сделать и об этом пишет производитель в этой маске нанести жирный крем на брови на кожу вокруг глаз на кожу вокруг глаз я не буду наносить маску и не планирую наносить никакой жирный крем поэтому я возьму бальзам для губ и нанесу его на брови для того чтобы маска потом легко с бровей снялась и мои брови прекрасные ели тут три волосины отрощенные не снялись вместе с маской я поменяла заколку на некрасиво смотрелась в кадре но как будто эти невидимки прям вообще вверх красоты но ладно все зафольгировано сейчас будем с вами открывать я подготовила свою старушку от oriflame моя кисточка для нанесения масок она неплохая я не считаю что кисточка для нанесения масок должна быть дорогой итак я буду выдавливать прямо на кисть ну что ж поехали пахнет вкусненько каким-то свежим кремом что ли свежим я имею ввиду что не теплый сладкий запах а такой легкий свежий я всегда наношу с носа а знаете на что похож этот запах на всю кислородную серию именно фаберлика фаберлик начинался кстати с кислородной серии не знаю знаете вы об этом или нет но там раньше вообще выбор был такой скудную фаберлика и все это было завязано на кислородной серии маска здесь рассчитана на одно применение наверное какая-то очень экономная женщина смогла бы растянуть ее на несколько раз но как бы это не про меня я сейчас я буду делать все как нам завещал производитель но маска обратите внимание не течет она очень густая очень приятно с ней работать знаете что напоминает по консистенции зубную пасту но только без жуткого ощущения там жжения какого-то ну вот по ощущениям реально зубная паста в чем плюс я вижу для себя да то что маска не с ней не нужно так торопиться как с альгинатной маской обычной которая в порошке идет потому что там вы конечно торопитесь очень сильно потому что она может застыть и вы не успеете нанести ничего и у вас в мисочке для смешивания будет такая чудесная комковатая масса которую вы никуда не сможете использовать сейчас я утолщаю слой маски там где он получился слишком тонким я не знаю правильно ли я поступаю но в обычных альгинатных масках слой должен быть толстым для того чтобы маска потом легко снялась напомню что у меня маска матирующая чё напомню я по-моему там вообще не сказала у меня маска матирующая там их четыре вида там что-то не помню для чего ну короче кто заказывать фаберлик тот знает дальше они предлагают нанести спрей равномерно но пишут что ни в коем случае нельзя чтобы он попадал в глаза и вот тут проблема да они предлагают закрыть глаза ватными дисками я не буду я закрою своей ладошкой но если мне эта зараза выжжет глаза я буду жаловаться короче все все мне попало в глаза и я понимаю почему нельзя чтобы она попадала в глаза щипет нереально как реально есть вещи которые щипят и сильнее но больненько я вам скажу очень даже больненько по ощущениям как мицеллярная вода из фикс прайса я вам хочу сказать что маска мгновенно схватилась я думаю вы это понимаете по моей прекрасной дикции ну и все собственно на 20 минут я удаляюсь а там посмотрим что из этого всего получится сейчас ощущение не очень если честно мне сквозь маску как будто немножко пощипывает кожу ну такое знаете сомнительное удовольствие но вдруг будет сказочный эффект поэтому ждем прошло 20 минут рот рот у меня треснул как у джокера сейчас будем снимать снимаем всегда снизу вверх маски но я думаю вы это и так знаете здорово снимается пластом совершенно не больно очень легко отходит или уж у меня тут проникновение незаконное на тебе кисточку дочь на тебе кисточку короче вот эти все маленькие частички которые остались на лице отдирать их ногтем как-то знаете неприятно я решила взять влажную салфетку попробовать их снять но они отдираются плохо очень плохо такое знаете сомнительное удовольствие лицо вроде бы такое приятное увлажненное а после того как подерешь ногтем как-то уже не так приятно ну вот видите сразу начинаю тереть сразу все краснеет да это конечно неприятно хочется снять маску и быть уже с красивым лицом довольным и счастливым кстати надеюсь вы поняли что это не маска забила мне волосы это я сама сидела баловалась короче я могу сказать так на то чтобы снять эту маску потом в итоге уходит столько же времени сколько ее держишь на лице да такая знаете прям салонная процедура только когда ты дома когда к тебе там постоянно забегают мужья дети и вообще как бы да у тебя нету этих 40 50 минут с учетом нанесения там и так далее не очень это удобно и так что можно сказать по действию на мой взгляд сузились поры и собственно все ну и я чувствую что лицо такое более напитанное и увлажненное хотя там супер увлажнение какое-то не заявлено тут вот к маске там что она мне прям напитает на всю жизнь оставшуюся лицо влагой нет но ощущение приятное да да маска не течет когда вы ее наносите и это хорошо это легче да чем вот эту бодяжить кейсю месю из сухого пакетика с альгинатной маской да это проще но когда вы распыляете спрей он может попасть в глаза и он реально щипет глаза плюс этот спрей лишний потом вот так стекает у меня вот тут вот мокро вот смотрите то есть все равно это не очень эстетично и ну не самое простое на самом деле занятие с этой маской проще конечно какую-нибудь тканевую на лицо нанести но если вы хотите побаловаться вполне можно попробовать и эту я единственное что замечаю да что сузились поры и немножко выровнялся рельеф кожи все то есть у меня восторга маска не вызвала если честно но я попробую так как у меня этого спрея теперь ведро я если буду заказывать еще faberlic я закажу другие масочки и посмотрю как они будут на лице работать ну я не теряю надежды вдруг это кажется вау собственно это все напишите пользовались ли вы такими масками вообще как вы относитесь к альгинатным маскам вы видите ли вы от них какой-то эффект или это плацебо которая просто воздействует на наше подсознание спасибо что были со мной я вас очень сильно люблю читайте книги и звоните родителям я не знаю ложитесь спать пораньше не забывайте про друзей им тоже нужно ваше внимание с вами была ксюша вы очень клёвые и пока а